Вечер добрый, дорогие друзья! У нас сегодня в нашей студии ОТВ наш дорогой гость, наш брат Лизгинец, Ансар Али Каимов, активист Лизгинские движения. Саламу алейкум, Ансар Али Брат. Уалякум, салам, Забильджан. Али Брат, меня очень приятно с тобой сегодня пообщаться и естественно у нас есть некоторые вопросы к вам. Я думаю где-то в течение часа мы с вами будем разговаривать и я вас очень прошу при всей возможности сосредоточьтесь и ответьте на все наши вопросы как бы по пунктам. Первый вопрос, как вы знаете у нас в 1993 году образовали как бы во главе с Алихом Гумбатовым объявили автономную республику, Талыш-Муганская автономная республика в 1993 году. Ну как она закончилась, это уже совсем разговор, другой разговор. Просто я почему вот это говорю, хотели бы узнать. Почему Талыши тогда были активны в политике, политические баталии и Лизгинец как-то тогда были не очень активны и не поступали аналогичны как Талыши. Пожалуйста, все ответы теперь мы вас ждем. Спасибо за приглашение. Приветствую всех, кто нас увидит, услышит. Ну, что касается тех годов, было конечно организован за международное организация САДВОЛ, который должен был поставить точку в этом вопросе территориальной лизгинской формы Лизгистана. Но там много ошибок было сделано, там были некоторые нюансы, споров. Она появится только на северной Лизгистане или она должна быть объединенной с Юждагом. Или как-то вот у этих вопросов ошибки были. Конечно, понятно было, туда влезли, но я так думаю, много другие со стороны азербайджанской власти, скажем таки, направленные люди, которые хотели и на этих, ну, вмешивались. Ну, и, наверное, опыта тоже не хватало у тех людей, которые во голове были. Всегда зависит от того, кто ведущий. Вот как ведущий себе поведет, так и результат бывает. Ну, в итоге что получилось? В итоге время потянулось несколько лет, ничего так и не получили они территориально, так. Потом огромное количество патриотов-садвалистов Алиев посадил, попали в тюрьму, сотни семей остались без своих отцов, без своих мужей. И, естественно, это не забыто, это и не будет, как говорится, прощен этим садвалистам, когда-нибудь мы еще памятник поставим и площадь садвала еще объявим. Это у меня всегда в душе есть, это лично мое мнение. Ну, а что касается, какие ошибки меня анализировать, ну, я не хочу сейчас свое мнение об этом говорить, так как я не участник всех этих вопросов, и я всего лишь могу анализ сделать для того, для себя, чтобы не повторить ошибки, не наступать на те же грабли. Самые ошибки, если так важно озвучить, это лучше сами из тех кругов садвалистов, которые сегодня еще живые, есть, после того, что они лучше, я им оставлю этот обзор. Вот примерно вот так и мы, скажем, потеряли момент. Потеряли, хотя, даже бумага, как у вас, у того, что бумага получилась бы у нас, в территориальной такой юрисдикции, то нам сегодня намного легче было бы в своих бизнесских требованиях или народное такое общинное развитие выдвигать, намного легче было бы шагать вперед. Из-за отсутствия этого сегодня мы в другой платформе. Но опять же, сегодня и то время мне кажется, сравнивать не стоит, потому что, как ни крутист, в то время здесь геополитически геополитически, как в регионе многие игроки были отключены. Была Россия, само Азербайджан, Армения, даже Иран и Турция особо такой активности не было. При развале эссеры. И тоже Америка, Европа, скажем, англосаксы, они тут особо роль не играли. Они вообще не были. А сегодня иная ситуация. Сегодня тут работают и англосаксы, и другие европейские, и Израиль активно, и Иран, и Турция, и Россия. Все смешалось. Мы сейчас, в сегодняшний день, в совершенно ином формате находится все это. И поэтому и решение, и само суть, и дальнейшем, все нужно рассматривать в иной формате. Я так думаю. Конечно, мы хотели бы у вас лучше как бы узнать ответ на этот вопрос, но вы ответили, вы же сами сказали, что в это время, когда в 93-м году вы были очень молоды, и вы не участвовали в политических этих действиях своего народа. Если правду сказать, если правду сказать, извини, именно 91-м я школу закончил, а 92-й, 93-й год я в армии служил, в Центральной России. Я когда с армией пришел, уже был распад, садуала, и аресты шли. Вот. Примерно. Очень жаль, очень жаль, если вы были бы, я думаю, вы участвовали, и сейчас у вас было бы много о чем говорить нам. Еще один вопрос, брат Али. Я хотел бы узнать ваше мнение, но вы можете тоже, а это как бы меня ответный вопрос задать. Вы знаете, премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно заявил о том, что в мире не урегулировали так называемом мире не урегулировали Карабахского вопроса тоже должен участвовать не только армяне Карабаха, а также автохронные народы этой земли, коренные народы этой земли Талыши и Лизгина. И я бы хотел бы узнать в какой формате форматы хотели действительно участвовать в этих переговорах. У меня ваше мнение очень интересное и, естественно, это интересное нашим призителям. армяне должны участвовать в судьбе. И он прав. Он прав со всех сторон. С любой точки посмотри. Кто завоевал эти земли. То есть не завоевал, кто освобождался, скажем, или кому как хочется, нравится, да. Сами арцахцы. Там кровь пролита. И они обязаны за свою судьбу, конечно, решать сами. Но если азербайджан наставит, что Карабах, Арцах — это ее территория, значит и народ тоже ее получается. Неважно, армянин он или кто. Если раз так, значит, они должны за свою судьбу отвечать. И в переговорах участвовать обязательно. А если они участвуют как этно-народ, который входит в состав Азербайджана, то, естественно, такой же этно-народ является и Лизгинская община Азербайджана, и Талышская община. И, конечно, у нас тоже точно такие же права есть. И справедливо Пашинян говорит, когда он об этом говорит. Он говорит не о том, чтобы возбудились некие Талыши или Лизгины. Нет. Он говорит с точки зрения демократии, что все народы должны участвовать. Если Азербайджан говорит, мы демократическая страна, мы хотим мирным путем, то с точки зрения демократии все народы должны участвовать. Это как референдум. Типа все имеют право голоса. Но если сейчас вопрос стоит между тюрками и армянами Карабаха, то и так же другие народы тоже имеют свое право. Но что предлагает Азербайджан? По сути, мы с тобой прекрасно понимаем, Азербайджан предложила такую автономию, которой нигде нет. Без аналога, которой нет аналога в мире. Хотя, честно говоря, юридически еще я не знаю, что туда приписано, этот аналог, на чем обосновано. Но хотелось бы узнать, конечно, что подразумевается под этим без аналогов. Но если это действительно такой, который весь мир бы ахнуло, то мы тоже хотим ахнуть, как и все народы, как и 140 тысяч карабахцев, и мы имеем на это право. У нас десятка раз больше, мы должны два раза ахнуть тогда. И азербайджанская власть сегодняшняя должна осчастливить и Лизгин, и Талышей тоже. Если он считает, что он не имеющий в мире аналогов предлагает там сиять лица этих карабахских армян от этого, то у нас тоже должен сиять. тоже хотим счастья. Разве я не прав? Конечно прав. поэтому исходя из сегодняшней ситуации, я веду со стороны Лизгин, допустим, и исходя из политической ситуации Азербайджана, который ведет пантюркскую идеологию, другой не признает он, и естественно в этой пантюркской идеологии нет других политических составных этносоставных не существует. В их логике это отключен. И мы как можем там участвовать? Да, у меня есть созрелая идея, что Лизгин выходят оттуда, скажем, вот как я, тоже выходят оттуда с азербайджанской общины Лизгин, в России живут или где-то, надо собраться таким патриотом, который может ответственность взять на себя и создать некий совет общины Лизгин Азербайджана, который должен вступить в их лице как формат группы, которые за судьбу своего народа в ответе. Поэтому юридический формат я не думаю обязательно, не обязательно его оформлять, потому что если мы юридический формат ему дадим на бумаге какой-то типа организации в России, тут же Азербайджан скажет, Россия вмешивается в наши дела, а если мы в Азербайджане дадим, ну тогда зачем нам его вообще создавать. Извините меня, президент Азербайджана он прописан в Москве было у него, у него прописка была московская, он же стал президентом Азербайджана, а что тут, при чем тут мы, мы понуждены были уехать со своей земли, и время не жить где-то там, вот, пожалуйста, продолжай. Вы же понимаете, то есть понимаешь, что Юпитер положен был, не положен, есть такой формат, кое-кде-де слышал, поэтому соревноваться с ним нам не получается, поэтому нужно исходить из того положения, чего есть, поэтому я и думаю, вот это мы должны заявку дать, создать такой совет общения, совет старейшин которые должны дать, есть заявку дать, я не знаю как вы, я хотел бы узнать ваше мнение со стороны толщей, как бы вы поступили. Мы, конечно, я вам скажу, спасибо за вопрос ответный, лезгистка брат Ансарали, мы этот вопрос обсуждали, обсуждали, благо, что нынешняя технология дает возможность и не обсуждали это только, не только московские толщи, и все толщи, которые сегодня активнее борются за права нашего народа со всего мирового, как бы вот, со света. И мы, конечно, тут скайп, конференция проводили, и разговаривали, и обсуждали этот вопрос бурно, и ближайшие наши передачи, естественно, наши, один из наших политических деятелей, или несколько, мы их пригласим, и этот вопрос, естественно, я им задам в эфире, и они ответят. Но наше мнение такое, что мы должны в этих проговорах быть в одном союзные как бы и армяне, Карабаха, и Лизгини, и Талыши, мы должны союзники быть в этих переговорах, и у нас не должен быть ни чуть ли выше, ни чуть ли меньше какое-то требование. У нас должны быть требования все одинаковыми. Как ты сказал, как бы ты читал наши мысли, сколько, как, например, скажем, на сколько, на чего согласятся армяны, ни на один пункт мы не намерены соглашаться. Тем более, если вы говорите, около 2 миллиона Лизгини, у нас полтора миллиона толще, и 150, скажем, грубо говоря, если армян, мы, если сравнение, 10 лет больше имеем право иметь чего-то требовать, тем более мы очень компактно живут. Так что как армянам, так же нам. Так? Да, я тоже так считаю. Вот в этом вопросе я с вами согласен. И я еще хотел бы вам задать следующий вопрос. как вы рассматриваете положение Лизгин в Азербайджане? Сегодня я имею ввиду. Сегодня как вы рассматриваете положение Лизгин в Азербайджане? Пожалуйста, можете рассказать. Вот. Я не буду вас перерывать. Но давайте скажем так. Рассматривать можно с разной точки зрения, смотря о чем говорить. Есть такой поговорку. Вот. Если мы говорим о политике, то наши, как народ участвуют в этом, в самой политическом формировании, как Лизгин. если говорить о развитии языка истории, то в этом отношении на сегодняшний день насчет истории вообще ноль, политики тоже ноль, ноль, абсолютно ноль. А вот насчет языка единицу можно поставить из-за Кусарского района единственного, который еще как-то держится а все остальное, где расселены Лизгины по всей Азербайджану, наверное, из-за уважения к вам только от Талышстана их нет. Да. Не хотели нас осемь дюри вот. Да, мы уж менять не любим. И везде ноль язык также, да, кроме школьного развития и так далее. Единственное, в культурной культурной программе скажем так есть самор организации, которые там занимаются там танцы, музыка, свои адапты какие, которые показывают там ну такие. И есть алам-журнал, который языком там немножко занято, печатать язык там, чтобы там туда-сюда, но опять несколько журнал, там некоторые конференции в кусарах делать, то в Баку делать, то в кусарах делать. Наверное, им хочется больше делать, понятно, что им не позволено больше, но естественно, мы прекрасно понимаем, что алам, что самур с дозволения власти согласия с дозволения работает в той рамке, которая им положена. Вот сказано вот в этой рамке, все, вышит шаг на левую, шаг на правую расстрелить, как говорится. Поэтому сказать, что и культурное соотношение у нас некое формирование элиты в Азербайджане лесгинской обществе имеет элиты, я бы сказал бы нет. Почему нет? Конечно, сейчас может этот Самур и Алам обидеться, сказать, а мы что, элита, мы же тоже ведем культурный, но мое мнение иное. Я считаю элиту ту, которая ведет не просто танцы, музыка или язык, а более глубокий политический, который дает народу подняться на другой уровень, который своими требованиями на уровне законодателя и так далее. Но нет этих людей. Но может они бы появились бы, я не говорю, что таких умных у нас нету, но власть власть Азербайджана по-тюркской в их рамках идеологии места нет для этого. А раз нету места, значит, нету элиты называется. Той, которой вообще-то должен быть. То, что есть, то есть. Вот такая у нас сложная ситуация сегодня в этом плане. мы сегодня естественно вот эта передача сделаем о проблемах братской лизгинского народа. Мы хотим и про Тату, и про других народов естественно делать передачи. Но сегодня наша передача, наш разговор, ну форматы вот нашего разговора. В будущем естественно у нас будет возможности и другие передачи, культурные передачи тут же сделаем и пригласим других лизгинских деятелей. Очень хотелось бы. Вот так выходит или вам не кажется, что лизгинский народ и лизгиня народ как-то громко сказано, нельзя о народе я думаю так сказать. Вот лизгиня может даже о народе можно так сказать. Или лизгинские движения маргинализированы в Азербайджане? Вам не кажется этого? Или совсем еще это не все не так? Ну смотря опять же говорю я могу только свое мнение сказать так как знаю изнутри тоже и участвую но понимаю есть вещи которые можно говорить есть вещи которые нельзя говорить ключ умалчивать ну вот допустим скажем в политическом нюансе не то чтобы маргинализировать но его нету чтобы она испортилась она должна же было быть продукт я же для этого сказал в Азербайджане нету той политической элиты которая могла бы что-то делать а раз нету значит и маргинализации нету понимаете вот а ну есть то что культурным маленькое то что дозволено ну она хорошо работает ну я претензий не имею как лично со своей стороны как патриота работает хорошо танцует музыка как 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 по ноту геббельса положено так они работают на геббельсе скажем так в свое время геббельс что говорил убери историю убери язык дай с утра до вечера танцевать плясать через какое время вы получите массу которую можно управлять как хочешь вот сегодняшний день лесгинские позиции когда смотришь есть танцы пляски пары журналов газет и простое пустое движение туда-сюда чай больше ничего а история в истории азербайджана книга про лесгин как таково как лесгин народ вообще не написано даже хотя бы написал бы где-нибудь лесгин или лек нету даже тот же Хаджидауд Мишкирский лесгинский оказывается защищал интересы азербайджана азербайджанского народа только азербайджанского что интересно в те времена какой азербайджан где это было я не знаю получается историю воруют все воруют все переписывают ничего тебе не дали и вот такой ситуации как можно говорить о какой-то организации которые организировались ну где его взять если его вообще не разрешают там делать ну я имею на уровне тех организаций которые я подразумеваю которые занялся бы подъемом национального самосознания положение народа общества своего лесгинского политические статусы и так далее нету нету у вас есть а у вас есть там знаете ансара брат лесгинска я хотел бы сказать тоже но коль я сказал же сегодня будем о лесгинских проблемах говорить вы знаете у нас общая беда для того чтобы лесгинский язык существовал и народ существовал но он имеет на эту жизнь потому что создан всевышним естественно есть международные законы которые дают нам права на самоопределение и вот смотрите сейчас меня внимательно наш язык чтобы вот правильно пример привели от гибридса естественно это очень правильный пример я это читал тоже да это же они все это на на жизни это проводили вот эти фашисты гибридс они знали и поэтому рассказали и писали свои вспоминания все остальное я вам скажу больше есть для кавычей для лесгин и для любого народа чтобы он хочет сохранить свой язык обязательно должен быть какой-то статус статус что такое статус то что это народ это его язык который он является носителем должен быть объектом зарабатывания на жизнь вы понимаете грубо говоря его язык должен для него зарабатывать деньги в судах в институтах в школах там везде везде короче то что где там происходит во всех производствах должен в больнице там они вот это язык должен быть предметом не предметом а вот на самом деле это должен он с этим языком зарабатывать деньги тогда это язык будет жить а в противном случае это язык наш язык по крайней мере сейчас в Азербайджане это мертвый язык вот смотрите мы всегда считаем извини меня некоторые так пальцами веером держат такие лезги не толщи какие мы имеем право на таких на таких действиях когда наш язык и толщи язык и лезги язык считается мертвым языком как можно будучи живым человеком то язык является мертвым языком вот о чем надо думать вот о чем надо заявить вот народ о чем должен думать когда считают сегодня зачем нам нужно толщи язык я дальше потом еще скажу пожалуйста я вижу что ты хочешь говорить я наверное завел тебя на эту тему ну потому что они еще говорят что вот это у вас как бы куда вы вот с этим языком лезгинским или таблическим если вы будете учиться заканчивая среднюю школу куда вы поступите я им говорю это не ваше дело мы поступим в оксквор в гарвард в других странах мира будем учиться но зато наш язык будет сохраняться наша культура наш менталитет мы будем сохранять свой язык как зеница ока как нами его этот язык оставили наши предки вот что мы хотим какое вам дело зачем вам вот именно интересно чтобы мы ассимилировались мы не учились на своем языке мы хотим этого вот поэтому я естественно хотел бы узнать твое мнение вот вы когда разговариваете вы говорите вот мы получаете или как вы отвечаете им или как ваш народ вообще готов он согласен с этим насильной ассимиляцией он согласен что он был мертвым его язык был мертвым языком согласен нет я хотел вот этот знак но пока давай так скажем это глубокий анализ должно быть исходя от того все как ну когда понимаешь как в Азербайджане все лезгин вот тогда понимаешь есть такой я так скажу пока один лезгин разговаривает на языке примерно значит еще лезгин жив ну это так скажем но на самом деле это такая фраза чисто для как ты сказал гордливости для показателя что мы такие вот думаем об этом а на самом деле должны появиться институты без национальных институтов те же самые на языке самосохранение языка долго не пролетят тем более при той идеологии которую Азербайджан сейчас несет во власти по тюркской идеологии где нет места другим языкам кто-то скажет да зачем обманываешь вот бывает мне говорят да зачем вот там пишут а вы же разговариваете спокойно между собой да я разговариваю но при чем на улице разговор мой или грамматика я вспомнил вот как раз об этом я сейчас вспомнил джентльмен удачи фильм ты наверное видел да когда Али Баба сказал я шакал сворвал 10 рублей у детей в детском садике он же не знал я я теперь хотел бы про Алиева про его власть сказать когда 16 году много смертей было в Арцахе трехдневной борьбе лесгин много был лесгин много был и мы возмутились и там естественно комментировали вот ничего нам еще до сих пор не дали а смертей много вот этого дня буквально месяц два прошел они поставили памятник одному герой лесгину тот же самур организации который гастролировал местном уровне туда-сюда получил мандат на телевидение выступать песнями своими по два часа но конечно можно радоваться можно радоваться если ничего не было вот это это тоже плюс но опять же просто так ничего упал тюркисты не дают они вместо этого взяли со школы два часа было неделю лесгинский язык взяли один час убрали вот я хотел бы скажем ну вместо Али Бабы у Алиева услышать как ты мог как ты мог у детей воровать вот понимаете их не языки их не язык вот как ты мог что дают вот два часа танцы песни которые на телевидении когда сезон сажают огороды кто его видит в принципе да кому оно интересно а что такое час грамматики целый год каждую неделю для детей это же разница то есть ты сделал вид в глазах лесгинского народа я щедрый памятник вот вам телевидение а тут взял и убрал глыбу лесгинскую половину так отрезал и убрал примерно вот такие трюки они проводят понимаете я хотел бы еще спросить да я вижу вы хотите говорить Ансаралий брат лесгинс просто хочу напоминать вам какие институты или университеты или там факультеты или там какие-то там институты подготавливает для лесгинской школы учителей учителей готовили педагогический институт Махачкале это не я я спрашиваю в Азербайджане Махачкале это Россия это вам не касается там я знаю лесгинский язык на хорошем уровне преподается до 9 класса мы не трогаем у вас знаете какой разница с толышами слава богу что у вас лесгин в России и у них литературный язык все остальное вам не приходит не придется заново все это восстанавливать вам это легко я хочу говорить эта речь идет в Азербайджанской республике тут при чем Махачкала слушай вас дальше вы правы я тоже рад что у нас одна половина более-менее хорошо развивается у нас при советах при советской власти так получилось что учителя готовились в Махачкале книги печатали с лесгинского языка в Махачкале не в Баку в Махачкале и это продолжалось продолжалось и вот я говорю где-то с двухтысячных по-моему или я не помню какой точный год его взяли прервали и под видео мол этот диплом азербайджанский министерство образования не устраивает вот сейчас в прошлом году вроде как кое-как уговорили и опять в Махачкалу приехали около 15 искусоров 15 детей и поступили ну и то еще они же еще лет 5 должны учиться примерно получить диплом и еще неизвестно через 5 лет опять не скажут ли опять этот диплом нас не устраивает чтобы не было такого да еще никто не знает об этом как как еще но в самом Азербайджане нету такого мы говорили Баку если у вас ну тогда когда разногласие пошло что диплом не устраивает мы говорили давайте откройте откройте в Баку такой же в педагогическом университете филиал лезгинского языка учителей откройте другой но не открыли же нам как-то знаете поверхностно ответили якобы туда абитуриентов не наберем что значит как можно вот когда кое-как договорились 15-20 искусоров приехали Махачкалу нашли же а что эти 20 не могли бы в Баку учиться или что или может не хотели просто на как говорится ну не финансировать не хотели может так скажем да или не вписываются в идеологию бакинскую ну скажем ну пантюркскую идеологию не вписываются поэтому сказать что в Азербайджане хоть какой-то институт есть нету тому же в Азербайджане первый театр был лесгинский театр в Баку если вы читали об этом может быть 1900 еще по-моему в пятом или шестом году она играла первый переведенный на мусульманский язык татарский тогдашний наш лесгинский театр там первый театр и с тех пор до 30-х 36-го года по-моему существовал этот театр потом его закрыли и по сей день но сейчас вот строят же в Дербенте азербайджанский театр новых 5 миллионов там туда-сюда шикуют мы же тогда сказали хотите азербайджанский здесь давайте в Баку да обязательно мы в Баку восстановим лесгинский где где она до сих пор нет на словах что ли и не будет не появится я-то понимаю все это поэтому просить что-то у власти мне кажется уже смысла нету мне кажется уже надо более как бы вопросы поставить в иных форматах просто сейчас сказать дайте нам язык что-нибудь там новый институт да никто не даст и это уже положение не то времена не те сейчас геополитически игра иная фигуранты другие чем когда-то было в 90-х в те времена которые можно было что-то делать поэтому и мы должны в реалиях уже по-другому заходить к этому более уже требовать статуса не просто как-то языка там где-нибудь а уже территориального статуса народного общинного статуса более я всегда своим лезгином говорю в Азербайджане если скажем появится конфедерация аранская или как там назвать те же арцахские армяны лезгины талыши и так далее а Азербайджане сама появится как может вот как может субъект появится Азербайджан а Азербайджане появится правильно ну так же не бывает в этом все входит поэтому когда требование не надо там разбивать на запчасти там телевизор не дай, радио дай, там это, ээээ, список такой, зачем, дай нам Лизгистан, все там есть, все, этим одним словом все сказано. О какой Лизгистане, мы уже говорили, какой дадут арцахцам, такой нам не меньше, минимум. Вот такая я, 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 я вот такой считаю подход. Естественно, для того, чтобы решить все вопросы с языком и с тугой отрасли, с других отраслей, связанных с этносом, надо один вопрос решать. Это статус той или иной этноса в любой стране, где он живет. И у него есть статус, каким он согласен, вот, и этот статус ему поможет восстановить все жизненные необходимые, вот, институты и сферы для существования полноценного или народа, или этого нации. Вот, я вам завидую, что у вас есть Матушка Россия, ваш Лизгинский час там живет, и, естественно, там они получают те навыки, которые нужно, необходимы для любого языка, чтобы этот язык, его литературная форма сохранился и была единая. У нас, в Толуше, с этим, естественно, проблема, хотя у нас с вами есть одно отличие, что у нас компактность получше, чем вас. Вы уже разбросаны по всей Азербайджане, вот, хотя в Кусарах, там, это, там, в ближайших этих районах с Россией, там, граничащие, там вы компактны. Так, хочется, со стороны тогда, так, выходит, что Лизгинский час общества в Азербайджане не проявляет политический активность в жизни Азербайджана, так возьмем. Так проявляет. Как вы думаете, у вас есть по этому поводу ответ? Как? И смотря как, с какой стороны смотреть. Если вопрос поставлены чисто в Лизгинском этно-проявлении, то его нет. Почему? Потому что не позволят, не дозволят. То есть, тоталитарная власть, ну, сказано, у нас не принято, все, вопрос закончен, попробуй что-то делать. А что касается, просто как гражданское сообщество, которое все, там, как обычно принято в тоталитарных, всем строим ходить туда, строим ходить сюда, голосовать за него, голосовать за этого, ну, это у всех есть. И как у вас, так и у нас. Поэтому активность какой может быть? Там, где запреты кругом. Ну, во всем запреты, мы только что обсуждали, во всем запреты. Я знаю, все-таки у нас тоже есть запреты, же одинаковые в стране живем, но у нас как-то вот так-то есть, но я не хочу все говорить, но все-таки относительно, но выходит, что Лизи и Лизгини, наши братья, они чуть-чуть посевнее, чем Талыши. Ну, те аспекты, где я бы не хотел бы озвучить, да, вот как бы есть вещи, которые не стоят, надо изюминку и секреты сохранить, чтобы свой вес сохранить, как говорится, да. Поэтому политика такой вещь, что вчера, как говорится, было так, сегодня вот так, поэтому меняться будет. Мы же геополитический турбуллент у нас находится. Ситуация может в любую минуту, куда угодно повернуться, поэтому сказать, что мы не активны, это неправда. Мы просто тихие, скажем так. Мы за свое, за свое, много древний народ, за свое, вот все видели, которые, да, на счастье арабов и персидских шахов, и пантюрков, и всяких тимуров там хромых, кого только не видеть, монголов, сельджуков. Мы со всеми, вот, за все опыт набрали, мы уже такой, уже научились, как сказать, не спать, а бодрствовать, чтобы нужный момент как следует показать. Да, но брат Лизгин, у меня нет малейшего сомнения, что Лизгин на самом деле является одним из мудрейшего народа Кавказа. И столько таких мудрых сыновей, мужественных сыновей, дочерей, как бы, Лизгинцев, Лизгинского народа мы знаем, которые они действительно до сих пор не только любимцы Лизгинов, а также наш, мы им уважаем, их уважаем, любим. И я хотел бы еще один вопрос, хотя бы в каких-то аспектах вы рассказали об этом. Вот, что хотят Лизгины, например. Конечно, вы об этом рассказали, но хотелось бы чуть конкретнее. Вот, я мог бы не задавать этот вопрос, но все-таки хочу опять повторить. Какой статус Лизгинев, вот, в данный момент, скажем, вам какой-то статус предлагают, или автономная, или конфедерация, или федерация, или там, ну, много статусов, да? Вот, какой у вас бы, вот, имени, по душе Лизгиня было бы? Но, по душе бывает, вообще-то, по душе любого Лизгиня это свобода. А что такое свобода? Значит, независимость, правильно? Да. Это любой народ так ответит. А на самом деле, нужно, конечно, всегда по возможностям, по реалиям действовать. Вот, если, вот я же сказал, нам нужно, необходимо включиться в процесс мирного переговора, вот этих вокруг Арцаха. Что выторгают более опытные Арцахцы, скажем, сегодняшний день на этом поле? То и нам. Будьте добры. Дадите им более широкую автономию, чтобы в Азербайджане, как конфедерации, сделать. Мы тоже готовы к этому. Поэтому хотим тоже быть одним из таких же крупными, скажем, уполномочиями получить в этой конфедерации, ну, как бы не разрушая структуру, почему бы нет, жить мирно и так же развивать свои институты. В определенных, лесгинских территориальных, скажем, чертах. Скажет Арцах, независимость. Мы тоже хотим независимость. Мы что, хуже, что ли? Мы такой же народ. И нас больше по численности, и имеем право. Если Арцахцы нам скажут, мы воевали, а вы не воюете, надо будет, типа, воюем. Что здесь такого? Что, никто никого ничего не боится? Почему мы не воевали? Вы же воевали и убивали. Ну, я имею в виду, если они скажут, мы воевали и отстояли, как бы, да? Ну, да, да. Надо будет, и мы можем это сделать. Просто мы более мудро сейчас поступаем. Есть площадка, где можно мирно обсудить и привести к вопросу мирно. Если политика или, скажем, азербайджанский власть сам говорит, мы хотим мирно решать, давайте мирно решать. Правильно? Мы готовы. Да. Участвовать в этом. Если он скажет, нет, я не хочу мира, завтра война. Ну, значит, война так война. Что тут? Кто боится? Кто не убегает? Мы, мы, хоть так, хоть так, мы рады любой ситуации. Добро пожаловать, как говорится. Как вы оцениваете численность лизгин в Азербайджане? Ну, тут перечислить-то можно. Практически, я говорю, кроме Талышского народа, где расположен Талышстан, из-за уважения нас там нету. Остальное везде. Вся территория Азербайджана мы везде есть. У каждого даже деревня есть. В Белагане есть поселки, два-три села и еще других везде. И в центре, и в селах везде есть. Мы разбросаны. Но беда в том, что вся вот эта инфраструктура сложная. Мы, огибая большой кавказский хребет, допустим, кусарские, кубинские лизгины, не могут никак в соприкосновении быть с Кабалинской, Исмаилевым, узлыщиками, горные хребты, как кто пройдет. Это надо через Сумгаичи, Махы проехать. Ну, кто знает карту, кто знает страну, тот понимает. Поэтому у нас соприкосновений нет. То есть тесные соприкосновения не получаются. Единственное соприкосновение со всех районов получается случайные или нацелены только в самом Баку. Как в столицу. Приехали, встретили свой друг там, увидели там. Или там, если давно знаешь, пригласили в гости, поехали. Типа что-то вот так. Поэтому сколько лизгин, ну, если всех ассимилированных считать по всей азербайджанской территории, наверное, все лизгины они. Точные данные я, конечно, не могу дать. Ведь в Азербайджане, сам Азербайджан, как сам власть, никогда точных данных не дает. Никому ничего. Ну, и никто даже и не проводит, как бы, да, под Едидой ООН, чтобы понять хотя бы, да, не проводит. Но на свой глаз, так говорится, да, там знаю столько, там знаю столько. Ну, как можно сказать. Ну, наверное, грубо говоря, полтора-два будет. Вот так скажем. Грубо, если... Ну, так же, как стало у себя, наверное. Да, да. Вот. Но, опять же, все разбросано, да. Разбросано, кроме как Кусарский район, там, который больше 90% в селизгин. Но это нам не помещает. Мы же автохтонный народ, мы свой ареал обитания. Она в памяти передается поколение поколениями. Нам это не мешает определиться, где, что, как быть нам. Нужно будет, мы проведем черту карты, если необходимость. То есть возникнет завтра, допустим. Ну, до этих процессов об этом говорить даже смысла нет сейчас. Сначала надо процесс подключиться и созреть. Насколько нам известно, миром города Баку назначили лизгина по национальности. Вы знаете, да? Да. Он раньше руководил Янджу, потом Сунгай. Вообще, как расцениваете таких лизгин, которые работают в составе нынешней ихтидара, да, говорите, власти? Есть ли польза от них или от лизгинского народа? Можно ли это расценивать, как то, что власти в азербайджане дают какие-то привилегии лизгинам? Вот это точно назначение, какой-то лизгин где я по этому году. Я хотел узнать ваше мнение. Я, так скажу, чисто если рассматривать его отношение как развитие лизгинской этноса в Азербайджане, да, что он может в этом плане сделать для лизгин, то я скажу, ничего. Значит, с призмы этноса он ноль для нас. Ну да, он лизгин, но с него только для, чисто для лизгин нет. Но есть как для сообщества, да, вот лизгин тоже входит как народ, ну как бы, да, общество Азербайджана, да, общее, целиком как народ. Но если он хороший мэр, значит, лизгин, который живет в Баку, точно получит то же самое, что получают азербайджанцы или талыши там. Вот и все. Ну ведь, сам понимаешь, туда, скажем, ярый этно-человек, из этноса, да, лизгин или талыши, во власть не попадут. Туда попадает тот, который выгоден им, тот, который лояльно им, тот, который будет служить им. В первую очередь. А что он может делать? Ну, как сказать, он зарабатывает себе на жизнь. Что, что тут говорить? Вот надо таким языком уже говорить, да? Ведь политические составляющие в Азербайджане, этно-политические составляющие не существуют. Если она существовала бы, скажем, существовало бы в милимаджилисе Азербайджана, скажем, талышское крыло, лизгинское крыло, которое за талышскую зону отвечает, да? Да, чисто этно, вот, лизгин за этно, вот это отвечает, арцахское крыло за арцах отвечает, этно, вот. Было бы вот такое, и вдруг лизгин мерам, да, тут можно было бы подумать, да, чуть больше привилегий у лизгин, в отличие от этого. А так ничего нету, кто он, ну, возьми любого, да, талыша поставь мерам за улицы, который лояльен, и что он талышское, что он может сделать? Ничего, он будет служить этому власти, сколько, столько, сколько ему позволит, вот и все. Я помню один раз, вот вдруг вспомнил, в наших личных разговорах, так же, когда мы общались между вами, вы мне сказали, ну, я на вы и на ты, ну, извините, извините, что я иногда на ты, потому что ты моложе меня по возрасту, что эта кавказская традиция меня позволяет, и иногда тебя назвать на ты, ты меня эти разрешил. Помнишь, ты рассказал меня о своей тете покойной, которая работала в больнице, там, по-моему, в кусарах, и когда она была уже при смерти, по-моему, она болела, и она рассказывала от тебя какой-то души, раздевающий случай, тем, что связано с лизгинским языком. Я просто вот вдруг вспомнил. Но это из того же аспекта, да, когда я сказал, один урок у детей украл, да, но это там я намекнул, у детей украл, а у взрослых тоже ворующие иногда. Вот все, сколько я там рос, всегда было во власти кусарского района, начиная с прокуроров, замов, там, во главе района, и там больницы, директора, все, все заведения, культурологи, все были лизгинами. Естественно, любой кабинет, заходя, все на лизгинском разговаривании. Но что произошло после, последней, в 2011, после демаркации, особенно, от госграницы, видимо, независимость, Ильхан Алиев почувствовал в неких больших объемах, вдруг решил как-то из своей колокольной, по-тюркски, изменить ход событий, и он начал менять лизгин потихоньку на азербайджанцев. Из Баку ссылая их, вместо прокурора, там, начальника МВД, начальника ГАИ, и также больницы, и так далее. Но, естественно, заседание идет, начальник азербайджанец, если даже замы, там еще кто-то лизгин, он же не может уже на лизгинском общаться, хочет, но хочет, уже переходит на весь формат азербайджанский. То есть, язык выдавливали. Одно дело, у детей выдавили один урок, а тут уже у взрослых. И тут я в 2013-м туда на свадьбу приезжал, и тогда покойная тетя еще, ну, болела еще, при себе была. Вот, и мы как-то с семьей же общаемся всегда. Она работала в заведующем больнице. Ну, мы общались, и обычно, когда общаемся, всегда обязательно затрагиваемся. Лизгинских, вот как у нас. Любим свой народ, но мы обязаны говорить. Хоть дома, у себя все равно говорить должны. И вот она тогда, и мне душераздирающая, так сказала, главврача заменили на азербайджанца. И тот сразу же собрал весь персонал, и ее тоже, конечно, и сказал, со всеми посетителями обязательно говорить на государственном азербайджанском языке. Она говорит, я возмутилась, но пригрозили, если не делал это, то уволим. Вот, типа того. Она говорит, ну что я могу сделать? Да, возмутилась, но мое возмущение, да куда-то пойдет. Ну, представь, старик не знает языка, приходит в больницу. Как ему объяснять? Конечно, на Лизгинском должен объяснить, да? А тут штраф или увольнение. Вот как? Вот представьте, в какой ситуации ставить. Ну, это после этого еще я своего учителя встретил, который меня там тоже преподавал в свое время, я же учился там. И я спросил тоже, как в школе дела. Я ему рассказал про эту больницу, ситуацию там. Вот такой услышал, как у вас в школе дела. Он говорит, да она же тоже почти, говорит, внегласна. Спустили. Что в переменах, когда дети... Ну, одно дело урок преподавать, а в другом, в переменах, когда дети общаются там в коридорах, то обязательно на государственном азербайджанском языке. И вы представьте, вот мой село, да, село Гива, огромное, самое большое село считается. Все лизгины. Вот дети лизгины, учители лизгины. Вот представьте, дети вышли, перемены, друг с другом кричат, а учитель должен с ним обязательно на азербайджанском. Почему? В чем смысл? Почему? Чем мой язык плох? Кому мешает она? Вопрос. Или, я понимаю, если бы там учились бы азербайджанцы, или русские, да, в силе толерантности надо, чтобы что-то сказать, чтобы все... Да, но когда все лизгины, зачем... Зачем... Я потом спросил, а письменное есть при казном? Нету, говорит? Все на устном основе. Вот так производит этноцид. Этноцид. Это практически тот же самый геноцид называется. Вы сейчас с нашей экрана, с нашей телевидения, на своем родном языке все, что хотите, обращайтесь к лизгинскому народу, так как я не понимаю. Мне очень хотелось, чтобы в нашем экране, в нашей колледжеской телевидении очень красиво озвучался лизгинский речь. Пожалуйста, все карты вам, друг. Спасибо. Но я не хочу сейчас громкие речи толкать вдруг как-то... Просто скажу несколько слов касательно лизгина самим, как бы не призыв, а душевный такой этот вопрос. Пожалуйста, да. Час, тайяр, вахар, дейяр, пойар. Я велигла эмюди ка фикерниказаде. Акейла сосагазгильяргивна, садвал хэна, чал хэна, тарих хэна, вики хэна, пчетахана, рахутахана, велигфене казаде. Дюня дитюшенавадея, айвэльха, дуня ирамата-шэ, и килла, чу-ни, садмилкави кэхэна, жуа, жам адхэна, велигтар, никазаде, вури, чахи, дараде. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лезгины Субтитры создавал DimaTorzok Нам рай дадут через джихат